Доброго дня! Если вы знаете, что личный бренд – это полезно и эффективно для вашего бизнеса, но при этом откладываете работу над ним, потому что думаете, что вам еще рановато этим заниматься, то этот ролик для вас. Сегодня в рубрике «Мифы про личный брендинг» мы разбираемся с этим утверждением, что мне еще рано заниматься личным брендом. Поехали! Рано ли вам заниматься личным брендом? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, у меня есть для вас несколько групп проверочных вопросов. Во-первых, давайте честно, честно ответьте себе внутри на вопрос. Вы действительно уверены в том, что личный бренд может повысить эффективность вашего бизнеса? Если ответ «Да», то дальше я вам дам рецепты. Если ваш ответ «Нет», то прежде чем смотреть дальше этот ролик, я рекомендую посмотреть другие ролики на этом канале, которые раскрывают конкретно, как работает личный бренд, какие преимущества получают бизнес, в котором личный бренд владельца бизнеса проявлен, и этот бренд активирован, и работает на вас, за вас, вместо вас и так далее. Если же вы уже разобрались, что личный бренд – это действительно полезно, но пока вам еще рановато, тогда вторая группа проверочных вопросов. Давайте по-честному. Если у вас дело сейчас, стремитесь ли к тому, чтобы это дело было более эффективным? Хотите ли вы в этом деле вырасти, а увеличить прибыль? А задаете ли вы себе вопросы про то, как можно сделать этот бизнес более эффективным? Если ответы на эти вопросы – да, ну и на похожие этим вопросы, то я хочу сказать вам, что личный бренд действительно будет вам полезен. И тогда, если мы понимаем, что личный бренд – это маркетинговый инструмент, который повышает КПД вашего взаимодействия с миром, то тогда не возникает вопроса рано или не рано, потому что чем быстрее вы начнете это делать, тем быстрее ваш бизнес будет получать преимущество в сравнении с другими бизнесами, в которых личный бренд владельца бизнеса не проявлен. Но вполне возможно вас останавливает мысль о том, что вам еще рано, потому что ваш бизнес сейчас находится на этапе идеи. То есть, например, вы стартапер, вы еще только запуститесь, у вас еще что-то там не открыто, и вот когда оно откроется, запустится, вот тогда вы начнете. Окей, для того, чтобы развеять эту мысль, неправильную мысль, я хочу познакомить вас с Ольгой Саматея, одной из выпускниц мастер-группы «Будь брендом», которая сегодня является владелицей соляной пещеры под названием «Хоботок» в Белоруссии. Так вот, когда она пришла в мастер-группу, как Ольга сама себя называет, она находилась в стадии расплывчатой лужи. То есть, у нее была идея, и она пошла в мастер-группу на доверие ко мне, являясь моей старой подписчицей, именно с позиции, что сейчас я возьму какие-то знания, и потом я уже буду их применять. И вот когда она меня спросила, «Мария, а надо ли мне делать вот это, и вот это, и вот это, ведь моя соляная пещера еще не открыта», я сказала, конечно, надо, и она начала. И в итоге, после трех месяцев обучения, Ольга вышла со сформированным уникальным личным торговым предложением, с четким пониманием ядра своей аудитории, и даже несмотря на то, что она еще не открыла свою пещеру, она имела уже 73 человека, которые предварительно записались в ее пещеру. Это была ее точка «Б». То есть, представьте, бизнес еще не работает, а клиенты, которые уже хотят купить этот продукт, уже существуют. Прошло немного времени, и Ольга пришла в свою точку «В». И на сегодняшний момент у нее уже продано 350 абонементов в свою пещеру. Она стабильно зарабатывает от 1000 долларов. Я повторюсь, что ее бизнес находится в Минске. И самое главное, уже три человека с бронхиальной астмой отказались от ингалятора, благодаря тому, что они регулярно ходят в ее соляную пещеру. Представляете? То есть, находясь в сомнениях, надо ли мне строить личный бренд, очень многие предприниматели лишают возможности аудиторию свою, для которой это актуально, заранее узнать об этом бизнесе, этом продукте, этой идее, и ждать открытия, ждать запуска, помогать с этим процессом. Не откладывайте этот момент. Ваш личный бренд позволяет рассказать ту самую историю, которая вовлечет целевую аудиторию, ядро вашей аудитории, еще на моменте закладывания фундамента, на моменте постройки, закупки оборудования. Это все история, которую может рассказывать ваш личный бренд. Ее еще невозможно опубликовать в официальном аккаунте, повесить на сайте, может быть, даже сайт еще не существует. Но существует ваша история, и вам никогда не рано начать рассказывать ее про любой бизнес, которым вы занимаетесь. А еще возможно, вас останавливает ваш возраст, может быть, вам 18, 19, 20 лет, и вы думаете, что вы еще слишком молоды, и вам рано строить личный бренд, ведь у вас такой молодой возраст. Окей, я хочу познакомить вас с Эльвиной Насибулиной, которая сегодня в нише коучинга является тренером по осознанности. И когда она пришла на мастер-группу, ей было 19 лет, и для того, чтобы освоить программу мастер-группы, ей пришлось два раза пройти мастер-группы. Но посмотрите на ее результаты. Она вышла с нуля на стабильный доход 20-30 тысяч, она собрала свой первый выезд, туристический выезд в концепции осознанности, и она сформировала свою первую команду, наняла своих сотрудников, и сегодня развивает свой блог, набирает группы и несет идею осознанности в мир именно своей целевой аудитории, в мир молодых людей. И сегодня в ее отзыве вы можете прочитать, что она особенно рада, что именно в 20 лет она пришла в мастер-группу и уже знает все то, что будет приносить ей прибыль на протяжении многих лет впереди, потому что сегодня она находится в концепции правильного роста, а сформированное ядро бренда, оно работает таким образом, что с каждым месяцем результативность вашего бренда становится больше и больше, потому что когда вы понятны, привлекательны для вашей аудитории, когда вы подтверждаете их ожидания, давая им результат и формируете репутацию, с каждым витком вашего роста все больше людей вовлекаются в орбиту вашего бренда, вы больше зарабатываете, вы становитесь более популярными. Поэтому если вы молоды, но вам уже есть что сказать, не откладывайте на завтра создание вашего личного бренда. Ну а на мастер-группе «Будь брендом» мы вместе с вами сделаем это шаг за шагом с помощью моей авторской методики. И напоминаю, что под этим видео есть ссылки на аккаунты этих девушек, вы можете добавиться к ним, задать им вопросы и в том числе посмотреть те интервью, которые мы у них брали в формате стримов на аккаунте «Озаренок.про». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok